привет друзья доброго времени суток вы смотрите нашу ламповую программу лэмп гэнг друзья во первых чтоб не забыть а то в прошлый раз как-то подзабыла тут такая ребята новость короче создал я телеграм канал он называется лэмп гэнг радио ссылочку короче ну и в описании там добавлю кому интересно пожалуйста подписывайтесь что там у нас будет ну во первых все что касается нашего шоу и лэмп гэнг и под рубрики то есть это какие-то анонсы какие-то материалы связанные с выпусками ну и короче все такие основные новости проекта кто следит за лэмп гэнг и под рубрикой пожалуйста будьте добры подписаться если что ну и бонусом там я выкладываю какие-то треки какие-то свои работы в нейросетях ну как я начал короче ну какую-то допустим сборочку треков кидаю какую-нибудь работу из нейросетей там свою с миджорни который у меня ассоциируется с этими треками ну и короче вот такой контент там идет ну это тоже знаете ли как лэмп гэнг у нас в процессе как эксперимент так и этот телеграм-канал он тоже будет развиваться я вот допустим недавно только нашел вот стиль изображений которые я хочу делать миджорни для там подборк подборок треков для плейлистов там мне нравится такое получилось знаете в стиле ну как в стиле короче как будто фломастером нарисовано разноцветно прикольно короче вот такое ну и точно так же как развивается этот мой стиль в миджорни под этот телеграм-канал так и сам телеграм-канал мой будет развиваться и как-то меняться короче но начал я с того что просто треки просто нейросети и какие-то до повторяюсь новости от нашего шоу друзья но сегодня ребята у нас тема конечно интересная тема внезапная и спасибо большое денису за то что он подкинул такой повод провести снова эфир о пластинках вы знаете друзья я говорил что пока я ничего из пластинок не заказывал то есть анбоксинга в ближайшее время ждать не стоит но случилось тут такая короче история небольшая звонит мне денис ну дениса вы видели в выпуске о ной рэйф это один из так сказать фаундеров со фаундер сооснователь но и рэйф кто не смотрел тот выпуск кстати смотрите мы там рассказываем о своей банде которая делала движухи наши местные по вещхаусу денис мне говорит братик говорит у меня тут для тебя такой подгонщик я даже приеду на таксончике потому что ну как бы это все не унесешь и думаю что он там такое несет игры братан может тебя встретить возле подъезда помочь он горит но как-нибудь справлюсь пока я его ждал думал чем там такое может привести ну и привез звонок в двери и денис с двумя огромными сумками что в этих сумках было об этом вы сегодня все друзья узнаете в том числе послушайте мои рассуждения по поводу вот таких вот подгонов но прежде чем я начну конечно же спасибо вам большое друзья что вы смотрите и lamb gang и под рубрику и надеюсь будете следить до за этим проектом который развивается в процессе и будут дополнительные еще новые рубрики и новые шоу над которыми я сейчас старательно сижу и думаю видите так думаю что уже мозги вылазят наружу из головы из черепной коробки короче зарос я вообще жестко должны были подстричь меня на той неделе к выпуску со света и что же должен был быть такой красивый но короче не подстригли меня и на следующей неделе как-то надо привести голову в порядок наконец-таки друзья да спасибо что смотрите спасибо что поддерживаете наш проект очень вам друзья благодарен потому что без какого-то внимания особенно без внимания друзей и уже наших постоянных зрителей как-то немножко мотивация чуть-чуть падает но как я говорил мне неважно сколько там будут смотреть сколько там будут лайкать и так далее пока мне это интересно я это буду делать для нашей небольшой компании и конечно же друзья передаю всем привет всем нашим друзьям без исключения из беларуси россии украины польши прибалтики австралии потом хочу да сейчас кое-что читаю но о том что я читаю это выпуске о книгах расскажу хочу чтоб с колумбии тоже кто-нибудь смотрел ну или ладно с аргентины там же знаете сколько в аргентину сейчас понаехала и русских и белорусов и так далее короче всем привет и наслаждайтесь новым где-то даже традиционным выпуском лэмбгэнг потому что речь сегодня пойдет друзья о пластинках пластинки буду вам сегодня показывать их короче заходит ко мне денис с двумя огромными такими сумками знаете такие астрабайтерские такие или как гастарбайтерские или астрабайтерские ну таки короче клещатые сумки такие короче такие как поролоновые такие хрен его знает огромные такие сумки ну кто застал то время когда раньше ездили продавали там в москву в польшу разная короче вот в таких сумках носить возили там носки всякую херю короче продавали ну и тут денис такими гастарбайтеровскими сумками ко мне заходит и горит ну смотри ну в прихожей я уже глянул короче две огромные сумки фото вывод видите этих сумок набиты магнитными лентами ну вот типа вот такими и виниловыми пластинками пластинок очень много ну и говорит вот так сказать тесть решил как бы избавиться от лишнего они там дома короче убирали и вот тебе типа подгон такой я говорю ну круто но надо посмотреть что там мне-то как бы это не надо ну в принципе то что мне надо я покупаю а так ну такой подгон ну думаю ладно посмотрю чем что там такое и потом уже на следующий день утром пересмотрел я все пластинки и кое-что ребята выбрал то что я пожалуй оставлю себе что выкидывать жалко по поводу вот чего выкидывать не выкидывать тоже сегодня порассуждаем собрал я пачку пластинок и сегодня друзья я посвящу этот выпуск разбору этих стареньких пластинок и из коллекции вот этого многоуважаемого тестя дениса вообще друзья вот что я вам скажу вот смотрите у кого-то может быть у бабушек у дедушек ну может у папы какие то есть вот ну пластинки либо магнитные ленты если они как бы не надо вам не нужны вы не спешите их выкидывать первое ну в зависимости от того как вообще соображаете если вы такой капиталист стоит попробовать продать но о том как это продается я сегодня вам немножко расскажу но если у вас есть друзья которые интересуются аудиотехникой пластинками какими-то старыми винтажными штуками ну вы можете подарить это своему там другу либо ну предложить ему за какую-то сумму если это ему нужно конечно же но выбрасывать такое не стоит разве что в таком случае когда у вас нету не таких друзей интересующихся типа меня или вам просто западло продавать или у вас очень много денег тогда можно в принципе выкинуть но лучше все равно тогда подать объявление где-нибудь ну на нашем белорусском куфоре либо там у россиян что там этот как его там у вас я даже забыл авито ну что подарю либо там за символическую плату сфоткайте выложите это и хорошо если найдется человек который у вас это заберет пусть ребята он даже потом это продаст сам если вам продавать западло ну пусть кто-то продаст другой но избавляться от записей на пластинок вот просто выкидывать очень жалко пусть лучше это кому-то послужит делом пусть кто-то будет слушать кому это нравится ну либо не знаю сделает из этих пластинок горшки хотите вам лайфхак скажу короче из винилов из больших можно сделать прикольные горшки я сам лично делал из пластинок кажется аллы борисовны пугачёвой ранний который мне не очень нравится раннюю пугачёву не люблю хоть когда разговор идет вообще с кем-то пугачёвой чаще всего говорят раннее пугачёва мне пугачёва нравится больше 90-х годов делал сам такие горшки короче очень просто делается ребята элементарно пластинка берется через вот эту дырочку сквозь яблоко просовываете такую проволоку короче чтобы вот эта пластинка у вас ну вот так вот болталась включаете газовую плиту горит газ и вот просто по центру где-то яблоко над вот этим цветком огненным опускайте и увидите как у вас это пластинка она вот просто вот так вот короче опадет и получится горшок там можно руками немножко там подделать ну короче можно извинил в прикольные горшки делать группу сети люди даже горшки делают но жалко такому пропадать хотя знаю лично людей которые выкидывали и ну денис разумный человек он конечно же позвонил мне говорит вот подгон и несет он мне этот подгон я пластинки перебрал и давайте посмотрим сегодня что я выбрал будет много и такой годноты то что ну как бы я не слушаю но послушать иногда можно ну и какие-то сюрпризы будут и давайте друзья начнем начнем с таких достойных вещей вот допустим pink floyd смотрите эти все практически пластинки за редким исключением от лейбла вот этого мелодия ты единственный по моему в советском союзе завод мелодия ну не завода комплекс заводов там какие-то пластинки в прибалтике делали какие-то в санкт-петербурге все пластинки от мелодии что-то сразу падает в цене ну все равно записи запись слушать можно будет вот pink floyd это у нас деликает sound of thunder такая обложка ну конечно же в стиле pink floyd тут целый текст про группу уже какая-то фотка из этого фото сета вот такая обложка pink floyd я искал думаю что это за альбом не знаю обыскался ну короче потом я понял что вроде бы это лайв что у нас тут из треков one of those days time money another brick in the wall легенда wish you were here comfortable lamp run like hell короче гилмор ватерс райдмейсон вот такая короче пластинка это слушать можно pink floyd все-таки ну слушайте выбрасывать такое извините смотрим дальше сегодня кстати все наверное не пересмотрим тут прилично ну половинку хотя бы о боже дэвид боуи человек со звезды дэвид боуи ста мэн смотрите дэвида боуи я недолюбливую хоть отношусь с уважением я просто ну не совсем его музыку понимаю и его вот этот вот постоянный экспериментальный эпатаж не сильно мне нравится это пожалуй знаете для молодежи восьмидесятых и девяностых где-то помните я говорил фильм кристина дети с вокзала зу или с улицы зу там девочка героиновая наркоманка очень любила дэвида боуи ну и тут до целый текст о боуи архив популярной музыки кстати вот эти пластинки которые вы уже видели еще увидите большинство ну выпущены да все на мелодии это перестроечного времени когда уже западную музыку как-то начали пускать на просторы уже погибающего советского союза это допустим пластинка восемьдесят девятого года ну доставать ребята я их не буду тут все стандартно как всегда красное яблоко еще хочу заметить что те пластинки которые смотрел именно вот винилы в очень очень хорошем состоянии не царапанные то есть хозяин этой коллекции очень бережно относился к своим пластинкам следующее love song love songs the beatles вот это уже не мелодия это по моему болгария да эта пластинка сделана в болгарии ну и тут давайте поугараем вот я стадей вчера потом ил фалузы сан счастливом солнце что и мам нужно оттеп мамичи а гелл девочка у них мамичи у меня сейчас начнутся какие-то эротические фантазии я себе представил юным таким загорелым болгаром со мной рядом лежит под каким-то деревом болгарским под мандариновым деревом юная такая загорелая болгарочка или молдаванка я ее обнимаю со словами мамичи мамичи а так не еще сантин и затову я обещал это and i love you her щас ой в общем ну вот смотрите название можете заскринить на какой-то мем пустить ну и тут вот что мне очень понравилось смотрите о о весь коллектив смотрите блин ну круто только тут конечно оформуха яблок это вообще какой-то кринж это звездочки ну болгары это болгары ну круто битлз у меня есть в моей коллекции которая немножко стоит отдельно старых пластинок два винила битлз это вечер трудного дня там так и написано и вкус меда вечер трудного дня блин такая она поезженная довольно таки ну а вкус меда считай новая смотрим дальше ну тут уже блин тяжелая артиллерия пошла представьте себе черт возьми каннибал корпс дез метал вот конечно же уже не мелодия мелодия такое не может сдавать это уже короче москва какого она года тут а 92 год москва вот сами каннибалы так сказать коллектив ну такая обложка как всегда в стиле каннибал корпс ну еще тут короче очень красиво конечно яблоко оформлено дэс сити и вот каннибал корпс надо будет послушать старый альбом ну вот и представьте такое взять и выкинуть выкинуть каннибал корпс пластинку это не дело по поводу вообще выбрасывания разных от вещей помимо пластинок а тут можно долго рассуждать об этом кто там выбрасывает кто не выбрасывает как мне понравилось вот полина диджей вена колин сказала что для нее было удивительно когда она приехала в беларусь витебс когда тут осталась говорит я заметил у вас какую-то вот преемственность что у вас сохраняют старые вещи как-то их берегут это здорово у них в россии там откуда она с того сибирска она говорит что там от всего избавляются но это может быть не все так делают ну вот такая вот грит тенденция у нас у белорусов принято немножко сохранять почему мы страна небогатая и знаете это уже наверное привычка какая-то особенно у людей постарше от поколения бэби-бума от которую родились там в 50-е в 60-е годы детство было небогатое дефицит и так далее и как-то вот эти люди до сих пор любят хранить хранить вещи на всякий случай мало ли что вот допустим юрий дмитриевич вот мой товарищ это инженер который занимается ламповыми усилителями тоже любит слушать пластинки любит достойный хороший звук ему чуть за 60 крепкий мужчина отличный он вообще говорит ничего не выбрасывает не грит ничего не выбрасывай никогда мало ли пригодится я конечно да стараюсь вот не выбрасывать но как я выбрасывал то что ну совсем мне не надо но я сейчас себя приучаю вот спрашивать у людей у знакомых друзей вот то что я собираюсь выбросить нужно ли вам это бывает такое что я могу подать объявление если мне что-то совсем не надо забирайте как я там с мебели ну от мебели избавлялся и так далее ну вы знаете тоже зачем мне там какой-то диван вот диван я отдавал или двери снимал двери буду я это выносить куда-то ставить причем прекрасно знаете у нас беларуси по крайней мере нежелательно возле подъезда какие-то нагромождения делать вещей мебели тоже кто этого будет выкидывать а тут подал объявление в этот же день приезжают люди забирают сами выносит все здорово а так по поводу техники конкретно конечно если вы сами там не какой-то инженер не сильно интересуетесь радиотехникой нет у вас таких знакомых можно да выбрасывать но я технику стараюсь не выбрасывать если она маленькая куда-нибудь можно под диван сложить ну если большая либо на балкон у меня на балконе сейчас стоит старая такая как радиола юность ламповая но она маломощная такая вот я уже знаю кстати куда ее всуну кому ее отдам ну пока стоит ненужная как юрий дмитриевич стоит и горит ну стоит она же горит есть не просит пусть стоит ну скоро она там на дело пойдет одному человеку вернее в коллекцию так что да лучше кому-то отдать они выбрасывать если вам совсем не надо если вы видите что вещь может пригодиться пусть где-нибудь постоит подождет но это дело каждого это просто пища для размышлений поехали дальше дальше легенды у нас идут вау rolling stones все вместе rolling stones all together его это миг джаггер молодой еще такой странный мужик продану с такой интересной внешностью но женщины его любили а возьмите джона леннона ну красавец ли пол маккартни и миг джаггер вот энергичный парень такой ну и тут целая история rolling stones архив популярной музыки 12 вот такая пластинка тоже ну жалко выбрасывать rolling stones же все-таки ну и дальше тоже идет господи роллингов rolling stones леди джейн леди джейн rolling stones совсем молодые вот такие дела тут короче роллинги и снова rolling stone игра с огнем play with fire ну просто топ смотрите тоже надо будет послушать еще удивительно вот beatles и rolling stones ну считай в одно время играли в одно время да у них был взлет популярность у beatles была своя аудитория у rolling stones своя и они в принципе хоть такие рок-н-ролльщики но они очень разные я вот думаю если бы я в то время жил на щупу сторону стал я я бы наверное был бы битлом но еще вот знаете есть такое аниме бег кстати по поводу аниме тоже друзья я вот хочу иногда в этот телеграм-канал свой недавно открывшийся выкладывать какое-то вот аниме которое мне нравится ну ссылки откуда можно посмотреть интересно ли вам такое расскажите то ну буду тогда я не мы вам показывать какое-то рекомендовать так вот в аниме бег его кстати и выложу на ссылочку там в тг-канале ищите отличное аниме там 26 серии такое по моему конца 90-х или нулевых годов там про рок-группу там как молодые совсем ребята собрали рок-группу и там вот главный герой парень утку и школьник еще он все вспоминал как-то рокет короче какая-то банда была во времена битлов и роллингов тоже они такое играли но как-то они не взлетели вот эти ребята из бег из этого аниме они вот эту группу любили кстати тогда послушал тоже вроде ничего но у нас сегодня вот роллинги и битлы так the purple дым над водой смог он зовут а смотрите а круто да так ну и как всегда в этой серии тут целый текст но это уже ребята конечно потяжелее но если не было бы битлов не было бы и deep purple а почему потому что в битлз есть все об этом уже говорили как и где пешмот есть все это deep purple тоже надо будет послушать такие алкаши вон сидят ладно шучу всех уважаю люблю так вот это знаете вы могли подумать что это right the light in metallica но нет это группа dear straight это такое как этот общий стиль можно назвать это такое и кантри это такой мэллоу это фолк но более рокеров sky такой аранжировки там отличные баллады это dear straight любовь дороже золото тут могло согласиться я человек вам говорил романтичный и тут я согласен любовь она дороже любого золота тут всего то у нас раз два три 4 5 песен автор песен марк кноплер марка кноплера была отдельная сольная карьера это у нас тоже мелодии как всегда красное яблоко цена 3 рубля 50 копеек мануфактурит анда лиценз офф фонограм интернешнл восемьдесят второй год но пластинка сделано восемьдесят штом году снова же времена перестройки такая такая конверт уже старенький круто о тут у нас уже снова глэм это элтон джон ну элтон джон да когда молодой был совсем молодой прикольно выглядел потом уже в годах тоже прикольные очки там все такое прическа а тут он это лысеющий то узнает неужели элтон джон делал пересадку волос откуда он их брал интересно блин сейчас такие шутки хочется шутить ну это про этого элтона джона знаете интересно а знала ли тогда компания мелодия что этот человек экстремист можно сказать но по нынешним правилам ну знаете интерес элтона джона но песни хорошие вот его экстремиста и снова и снова элтон джон тут он помоложе и выглядят просто замечательно модные очки рыжая еще целая шевелюра не нужно было срывать откуда-то еще там с каких-то тайных мест волоски чтобы пересаживать на голову боже мой что я говорю это я шучу со всем уважением тоже отношусь к элтону джону так тот у нас альбом назывался городской бродяга такой а этот твоя песня и написано тут про этого замечательного исполнителя и автора песен элтон джон топ ну тут у нас такой тоже ну конечно же не дипа пол но уже поближе представьте себя it's my life бон джови группа бон джови и там джон бон джови молодой еще а если тут it's my life конечно же нет потому что это так какой у нас год восемьдесят восьмой год мой любимый год и it's my life тут быть не может потому что эта песня была позже написана помню в детстве включаешь телевизор когда какие-то клипы показывали ну если не каждый час ну каждые два часа it's my life и клип ну тоже ничего элтон джон норм ой какой элтон джон бон джови господи нью джерси альбом называется нью джерси они сами наверное из нью джерси ну вот это тоже можно слушать вполне конвертик ну как всегда да на самой пластинке ничего необычного так дальше о ну это такая уже старая тема это боб дилан медленный поезд слушайте это уже не мелодия продюсерский центр рок-н-ролльных приходов единой евангелистической лютеранской церкви россии девяносто первый год интересно берри беккет клавишные пик уитерс ударные тим драмонт бас интересно почему тим драмонт играет на бас-гитаре а не на ударных марк нопфлер и боб дилан гитары марк нопфлер из дер стрейтс и рашки некий масл шоулс хорн художник печерский короче картинку рисовал какой-то печерский это не оригинальная картинка но тут тут тоже какое-то яблоко кринжовая российский флаг девяносто первый год ну да то самое время когда разные тут пришли к нам евангелистические движения всякие либералистические евангелистические так дальше смоки зачем я взял смоки не знаю но пусть будет вот они смоки вернись к тому кого любишь мне грустно от чего-то если ты думаешь что любишь меня передай по кругу я встречу тебя в полночь живя по соседству с алисой а вот элис это да вот элис можно послушать ради этого наверное оставил но не знал что тут песня будет постоянно меняясь не играй мне свой рок-н-ролл как это так назад в бетфорд дикие дикие ангелы вот слушайте я прочитал название песен на первой стороне вообще звучит как стихотворение вот смотрите и еще раз так как я романтик люблю такое читать вернись вот слушайте как стихотворение вернись к тому кого любишь мне грустно от чего-то если ты думаешь что любишь меня передай по кругу я встречу тебя в полночь знаете на что похоже на японскую поэзию в стиле какого-нибудь хайку хоку или какие там еще есть короче что это такое ну пусть будет смоки тоже ничего дальше а вот тут это я не мог отправить на помойку Денис мне как сказал ну говорит братан то что не выберешь ну выкини тогда ну я решил по-другому я там Юрию Дмитриевичу сказал Юрий Дмитриевич приходите может из тех пакетов себе что-то возьмете Денису сказал что слушай может ты попробуй остальное продай он заберет ну Денис наверное эта пластинка уже будет моя Дорс зажги во мне огонь light light my fire ну тут песни топ но конечно же вот последняя песня the end this is the end my only friend the end которая в апокалипсисе сегодня играла ее вот надо слушать ну и тут в общем то песня достойная 3 рубля 50 копеек все шли по одной цене тоже 88 год и целое тут полотнище как всегда о группе там джим моррисон все ребята вот такая пластинка дальше русская аквариум аквариум б.г. 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 гребенщиков аквариум какой-то альбом тут непонятно сидя на красном холме иван бодхитхарма ну вы знаете бориса гребенщикова и его особенное отношение к индийской мифологии он же преисполнился уже так преисполнился что уже куда-то уехал небо становится ближе электричество сны о чем-то большем вот этот трек топ кат год до дети декабря деревня музыка и слова борис гребенщиков аранжировка частников ансамбля ну и вот он весь ансамбль посмотрите вот снизу тут преисполнившийся еще молодой борис гребенщиков это аквариум так ну там все думаю стандартно белое яблоко прикольно БГ пусть будет и еще одна пластинка есть аквариума равноденствие не слишком я разбираюсь в дискографии аквариума и бориса гребенщикова не могу сказать альбом это или какая-то сборка ну вот такое вот равноденствие так это у нас тоже восемьдесят восьмой год слушайте хороший год был столько пластинок выпускали такие группы да издавались на винилах у меня у меня есть кино из старого кино кстати да возвращаясь к этому выкидывать или не выкидывать пластинки кино я купил в то время когда я только приобрел себе вегу виниловый проигрыватель ну и как я же поначалу на ebay вы знаете не заказывал пластинки как-то смотрел объявления кто что такое знаете продает может что мне интересно ну хотя бы битлз какой-нибудь хотя бы какую-то сандру ну и там какой-то дедок недалеко от моей работы он подал там объявление ну я позвонил и говорит ну приходи посмотри что у меня есть ну и набрал я там сандру modern token высоцкого он мне по 2 рубля отдал так короче за одну пластинку ну можно если она более-менее ну рубля 3 попросить за какую-нибудь сандру но кино он мне отдал за 5 рублей и то там цена была 7 рублей ну из-за того что там была цена царапина на пластинке он говорит ну из-за царапины отдам за 5 рублей и видите ну то есть на такие пластинки от мелодии цены бросовые и вот если вам ну действительно очень нужны деньги ну тогда вы конечно же и думать не будете там о каких-то лишних людях у себя в квартире будете выбирать время когда с ними встретиться ну потому что пластинки надо продать хотя бы по таким ценам по дешаку ну мне допустим вот у меня б такое было ну знаете скорее бы даже горшки бы сделал по этой лайфхаковой технологии для цветов из этих пластинок чем водить к себе людей чтобы получить с этого человека 2-4-6 рублей про сигареты даже не купишь горшки может цене будут смотрим дальше ого это у нас бин кросби play simple мелодия играйте простую мелодию он такой простой мужик такой тоже знаете ли как фрэнк синатра водил знакомство с криминальным миром я думаю бин кросби тоже для них играл свои простые мелодии каких-то ресторанах в те далекие времена сороковых пятидесятых годов я напишу письмо играйте простую мелодию однажды летним днем снежная ночь даркданелла мама возражает пусть тебе приснится сон это вот бин кросби поет просто замечательно так ну конечно же да за день мы сегодня все не пересмотрим но снова русское и снова это ну как можно выкинуть Юру Шевчука как можно выкинуть ДДТ такой диск это тоже мелодия уже восемьдесят девятый год ленинградская студия грамзаписи два рубля пятьдесят копеек ну наверное потому что русская на рубль дешевле ну троху царапанные такие нормально ДДТ какие у нас тут песни поэт мальчики мажоры конвейер не стреляй ну не стреляй слушать надо церковь террорист революция я получил эту роль в детстве любил ДДТ даже знаете ну какое у меня детство было знаете сколько мне лет интернета не было я слушал ДДТ на кассете но мне нравилось но мне нравилось петь песни шевчука я вот сидел с тетрадкой он поет а я записывал текст чтобы потом его выучить и петь вместе с шевчуком либо в школе петь эти песни ну вот очень люблю я получил эту роль и не стреляй а вот остальные песни я даже не припомню что там как поется ну тут он молодой еще заросший меня кстати удивило почему почему Алисы нету в коллекции я бы ее тоже бы взял хоть не фанат дальше тоже русская ну советская перестроечная постпанковская даже немножко если это так можно назвать наутилус помпилеус ну на стильке такие да ребята не очень я на самом деле к бутусову отношусь знаете он как он такой какой то как манекен он какой то как деревянный он какой то вообще странный бутусов песни крутые вот допустим весну 2022 года у меня сделала его именно песня когда я пересматривал первого брата второго и в первом брате вот была песня я придумал тебя я придумал тебя как ты от нечего делать во время дождя со смыслом песня со смыслом песня с таким смыслом который даже где то пересекается с моей реальностью звукозапись франк остланд в западном берлине нифига себе ну вот 91 год это уже не мелодия это это Russian диск ну тут яблоко надо смотреть ух ты стильно слушайте прикольно пластинка в хорошем состоянии ну вот такой наутилус сейчас посмотрим какие там песни ну я придумал тебя там вряд ли будет очень жаль с другого альбома это с не с яблокитай а с другого в этом в брате первом он Данила приходит ой ой яблокитай блять сука тоже блять так этого наутилуса блять рекламировали блять этого бутусова даже бесило немного фанат Данила Багров фанат наутилус помпилиус хотя сам вот к Сергею Бодрову вообще с огромным уважением отношусь это талант где-то даже даже не как актер он как и ведущий хорош и где-то как режиссер если вот эта драма которая с ним случилась его же так и не нашли даже съемочная группа под завал попала оползень какой-то вроде был Сергей Бодров еще бы нам много чего интересного показал и рассказал жаль что так получилось ну вот роль которую он играл в первом брате конечно роль странная иногда мне казалось что вообще Данила Багров какой-то умственно отсталый можно сказать да что ай так он просто простой пацан он там с войны пришел может знаете на войне там насмотрелся ну такой какой-то аутичный немножко еще одна легенда Элвис Пресли все в порядке называется Элвис Пресли вот мужчина смотрите у которого все в порядке вот таким и надо быть как Элвис все схвачено все в порядке that's alright ну и тут да опять полотно треки записаны с 54 58 год тоже знаете ли отец рок-н-ролла хоть он такой больше фолк кантри но его ритм его подача она да заложила где-то фундамент рок-н-ролла ну тоже ничего лет запелен вот так архив популярной музыки восемьдесят восьмой год а лестница на небеса смотрите-ка Stairway to heaven класс ну к Led Zeppelin как-то я отношусь знаете я даже их мало песен знаю какие-то хиты вот может и знаю вот так ну вот никогда этой группы не интересовался знаю да достойная группа все круто ну как-то не любитель я Led Zeppelin так ну давайте две еще посмотрим и хватит Пола Маккартни история Битлз продолжается сольный альбом Пола Маккартни снова в СССР Канзас Сити рок двадцатого этажа о господи мисс Клоди верни мне свою любовь Люсиль я больше нигде не бываю все в порядке мама ах какой стыд осколки только потому что и ночной экспресс вот тут что-то Пол Маккартни что-то сказал вот слушайте когда я был еще совсем молоденьким я спросил своего отца хотят ли люди мира он мне ответил да люди везде хотят мира и все неприятности обычно от политиков и Пол Маккартни продолжает мне всегда казалось что то восхищение с каким относились к музыке Битлз в СССР служит подтверждением слов моего отца что людей во всем мире роднит много общего выпускном выпуском этой грампластинки подготовленной специально и исключительно для Советского Союза я как бы протянул руку мира и дружбы с советским людям ну конечно же это перестройка дружба эти телемосты с Соединенными Штатами и так далее это восемьдесят седьмой год Пол Маккартни ну что почему бы и нет специально для СССР кстати вот да в Советском Союзе много было фанатов битлов и тут недавно я посмотрел одну передачу про фанатов депешмот в Советском Союзе и в России они назывались депешисты и тоже у нас вот послесоветское время перестройка и девяностые особенно в Москве в крупных российских городах было целое движение депешистов там они одевались под Дейва косили под Мартина Гора ребята прически делали такие целое было да культурное явление на просторах бывшего Советского Союза вот по депешмот и сами депешмот это знали и говорили да блин вы слышали как в России любят депешмот как там целую культуру создали но у нас знаете это традиционная такая тема вообще этому можно отдельно посвятить выпуск где я просто порассуждаю о формировании разных субкультур у нас вот на наших тут просторах в Советском Союзе в бывшем ну и в странах там восточного блока где-то ну сейчас коротко затравочку сделаю вот помните времена вот мои времена нирванисты гранжи рейверы которые продиджи слушали и скутер металлисты кто любили металлику рэперы слушали оникс паблик эними ну и гопники которые типа вообще не в теме были ничего не слушали каждый тогда из разных этих субкультур каким-то образом одевался дрались отстаивали там интересы потом это все уходило забывалось также ну взять даже потом эмо потом вишхаус какой-то клаудрэп и так далее вот смотрите в этом определенная есть ущербность ну я никого не хочу обидеть но вот это вот колебания вот этих мод именно на наших тут просторах это немножко ущербно и это жалкое зрелище я уверен что вот в соединенных штатах где-то вот как любили там нирвану так и сейчас любят и не было там вот этого знаете там вот мы нирванисты мы там еще какие-то или это даже эмо те же и эмо как были там так и остались а у нас как идет волна все кто только можно даже какие-то бывшие гопари либо бывшие какие-то скины и прочее начинают тоже на себя эту моду брать потому что ёпту мать ну это модно надо быть в теме чтобы девчонок там цеплять это самое да там все чтоб нравится мода уходит все я уже там не гранж и мне вообще стыдно что я им когда-либо был но подробнее об этом я порассуждаю в какой-то отдельной передаче ладно и последнее ну последнее что я тут не совсем понял но это кантри кантри я тоже решил не выбрасывать и пластинка откуда пластинка чехословакия это какой-то кантри я не знаю что это ну послушаем ну такое вот ну друзья смотрите тут осталось чуть меньше чем мы посмотрели вот столько это мы посмотрим в следующий раз и не знаю когда я запишу следующий выпуск с дальнейшим тут разбором может я еще что-нибудь кстати там выберу из тех экстребайтерских пакетов которые у меня стоят добавлю может быть ну посмотрим тогда дальше в следующий раз разберем этот подгончик от братика конечно конечно же надо это все слушать чтобы это не просто на полке стояло а как-то еще игралось и на проигрыватели поэтому тоже друзья кто из Витебска приходите в гости всегда приглашаю будем слушать пластинки наслаждаться музыкой звуком общением вот всех приглашаю у кого знаю конечно же приходите будем наслаждаться и вот таким да материалом каким-нибудь Deep Purple DDT ну и почему бы нет там завершим это все Cannibal Corpse круто да короче дальше мы дальнейшее посмотрим уже в следующий раз вообще на следующей неделе может быть мы с Владиславом что-то будем писать какую-нибудь группу обсуждать ну либо я уже закончу эту тему с разбором старых пластинок и запишу вторую часть я думаю тоже вам будет интересно наверное не все сказал что хотел вам сказать но не забудьте да кому интересно подписаться на телеграм-канал он там каждый день практически обновляется что-то появляется музыка какие-то клипы буду выкладывать какие-то материалы подписывайтесь будем вместе будем слушать музыку общаться я там комментарии включил поэтому милости просим ссылка на канал в описании ну да друзья на сегодня будем заканчивать то что я не сказал может быть забыл обязательно вам расскажу в следующий раз в следующем выпуске разбора пластинок ну а на сегодня будем заканчивать я думаю вам было интересно вместе со мной посмотреть эти пластинки что-то послушать что об этом говорю и традиционно желаю вам доброго дня доброго вечера а если смотрите перед сном пусть вам приснится какое-то какое-то вот время вашего детства которое вы вот вспоминаете с ностальгией когда все было по-другому когда допустим были смартфон не смартфоны а кнопочные телефоны или чуть раньше когда телефонов вообще не было а были там домашние с определителем номера или чуть раньше которые вот набираются этим диском пусть вам просто приснится то время и вы вспомните какими вы были и утром встанете и подумайте какими вы стали и пусть вы скажете себе я стал лучше такое странное пожелание ну добрых снов вам друзья и до новых встреч взаим гэнг пока